SCP-1255. Музыка сфер. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-1255 в настоящее время слышно только в трёх безэховых камерах БРМ-В. В зоне засекречено. Задача МОК-КСИ-7 Баламуты состоит в мониторинге глобального строительства устройств звукоизоляции и недопущении достижения при их строительстве необходимых показателей для обнаружения SCP-1255. Хотя SCP-1255 не оказывает отрицательного воздействия на человека, до сведения исследователей следует довести информацию о том, что закрытый корпус камеры БРМ-В может привести к дезориентации и аудиовизуальным галлюцинациям, подобным возникающим при сенсорной депривации. В связи с произошедшим во время инцидента SCP-1255-2011-32 активные звукоизоляционные устройства не должны быть активированы в камерах, где был слышен SCP-1255. Описание. SCP-1255 – музыкальное произведение, слышимое только в высокоэффективных звукоизоляционных камерах, специально разработанных в рамках проекта Камеры БРМ-В, для исследования им в области звукового сдерживания и контроля SCP-1255. Результаты тестирования показали, что SCP-1255 не имеет источника, не исходит из-за самого материала камер и, по-видимому, слышен в любой звукоизоляционной камере БРМ-В или аналогичным ей по свойствам помещения. Музыка все время повторяется и состоит из восьми различных гармонических последовательностей, обозначаемых от 1255-1 до-8. Любой слышащий человек, вошедший в камеру БРМ-В, замечает, что в ней звучит некая мелодия, хотя качество ее восприятия варьируется от субъекта к субъекту. Записи и цифровые репродукции отрывков SCP-1255 доступны для прослушивания в библиотеке Зоны Засекречена. Приложение «Более подробное изучение гармоника SCP-1255» показало, что каждый из них, по-видимому, тем или иным образом соответствует конкретным небесным телам Солнечной системы. Например, 1255-8, обладающая наиболее высокой по частоте тональностью, повторяется каждый раз по истечению временного интервала, примерно равного звездным суткам Меркурия, 55,9 часов. А ее интенсивность возрастает на 50% в каждый раз, когда Меркурий приближается к своему парицентру. У 1255-7, 1255-6 и 5, соответствующих Венере, Земле и Марсу, периоды повторения также соответствуют времени оборота планеты вокруг оси, а громкость звука возрастает при приближении к парицентру. Тиро-4, тиро-3, тиро-2 и тиро-1 соответствуют Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну и повторяются с периодами вращения этих небесных тел. Хотя из-за продолжительности витков их орбиты провести полный дисперсионный анализ их характеристик на данный момент невозможно. Документ 1255-04. Примечание исследователя Чуд Сая. После трех месяцев непрерывной записи нам удалось воспроизвести звук ACP-1255 в электронном виде во всей его полноте. Мы не можем быть до конца уверены в том, что вариации в нижнем спекте Гармоник соответствуют шаблону отклонений в верхнем, но я уверен, что наши предназначения будут соответствовать действительности. С учетом полученных данных я собираюсь перейти к более прямому тестированию по выявлению природы звука. Я распорядился о том, чтобы наша техническая команда создала несколько высокоэффективных микрофонов, чтобы попытаться применить активное шумоподавление за счет воспроизведения звука в противофазе. Если это удастся, мы сможем, наконец, использовать камеры БРВ по их прямому назначению. Если этот звук действительно так вездесущ, как следует из наших опытов, то подавление его в одном звуконепроницаемой камере никак не повлияет на шум в двух других. Документ 1255-05. Восстановленная расшифровка инцидента 1255-2011-32. 2011 год. Связь с зоной засекречена была временно потеряна, и сейсмические средства контроля фонда зарегистрировали землетрясение магнитутой 2,4 балла, центром которого являлась зона засекречена. Прибывшие группы реагирования обнаружили, что значительная часть зоны была разрушена, очевидно в результате одновременного разрушения всех конструкций комплекса, несущих сейсмическую нагрузку. Вход в зону засекречена в настоящее время запрещен, в то время как реконструкция уже ведется. Число жертв засекречено. Среди них исследователь Чу Цай, погибший во время разрушения камеры БРВ-2. Ниже прилагается расшифровка стенограммы зарегистрированных аудио данных, восстановленных из защищенной резервной копии данных зоны засекречена, размещенной за пределами комплекса. Звуки движения. Двери камеры БРВ-2 опечатаны. SCP-1255 едва слышим на заднем плане. Исследователь Чу Цай. Хорошо. Герметизация есть как оборудование. Научный сотрудник Андерсон. Микрофон в стене мониторинга камеры. Слышно хорошо. Видеозапись работает. По вашей команде, сэр. Чу Цай. Начать процедуру. Подавление. По моей команде. Три, два, один. Начали. Андерсон. Система активного шума подавления включена. Три секунды помех. SCP-1255 совершенно не слышно. Чу Цай. Я ничего не слышу. Неразборчиво. Каковы показания? Андерсон. Все в порядке. Полное подавление. Хорошая работа, сэр. Слабые звуки аплодисментов из наблюдательного пункта. Чу Цай. Поздравляю. Мы только что... Неразборчиво. Самое тихое место на земле. Вечером с меня выпивка. Андерсон. Сэр. У нас, кажется, наблюдается что-то вроде землетрясения. Хм. Амортизаторы работают, но... Чу Цай. Хорошо. Выключите подавление. Я выхожу. Три секунды. Статики. SCP-1255 возвращается. На 30 деций бел громче, чем в любом... В любом ранее записанном случае... Чу Цай. О боже. Андерсон. Сэр. Камеры отключились. Ян. Ян. Ты меня слышишь? Уходи отсюда. Стены. Пик громкости. SCP-1255. 130 децибел. Сопровождаемый скрежетом низкого тона, по-видимому, соответствующему распаду камеры БРВ. Несколько ударных звуков меньше громкости в течение следующих 15 секунд. Чу Цай. Еле слышно. Музыка сфер Яния неразборчива. В этот момент запись звука прекращается. Попытки восстановить видеозапись не увенчались успехом. Научный сотрудник Андерсон перенес тяжелое сотрясение мозга и не сохранил никаких воспоминаний о происшествии. Во время замедлетрясения все резонансные антенны и интерферометры гравитационных телескопов перестали регистрировать излучение гравитационного поля Солнца. Ошибочные данные были зарегистрированы на всех детекторах в течение примерно двух секунд, после чего система восстановилась. Причина этого аномального сбоя до сих пор не известна.